Итак, очередной представитель фоп-арта, о творчестве которого пойдет сейчас речь, это Рой Лихтенштейн. Рой Лихтенштейн один из наиболее крупных представителей этого направления в Соединенных Штатах, и перепутать его творчество, чьим бы то ни было еще, наверное, наиболее затруднительно. По стилю этого автора вы узнаете гарантированно. В чем была наиболее особенная, так скажем, черта, манеры письма этого автора, в том, что он работал с материалом комиксов. Причем он не просто создавал комиксы, этого он как раз не делал. С самим комиксом у него было отношение, так скажем, двойственное. Он материалы комиксов через проектор транслировал на холст, укропнял тем самым, что позволяло ему увеличивать растр, то, что сейчас в компьютерах называется пикселами. И тем самым само изображение преображалось. Мы видим не просто типизированные лица тех или иных комиксных персонажей, мы видим материю, из которой они состоят. И я бы сказал, что ключевым вопросом, философским вопросом для творчества Лихтенштейна является следующее. Что является наиболее объективным в вещи, в любой вещи или субъекте, для другого субъекта тоже в вещи. Ну, кажется, что объективным может являться то, как предмет используется. Например, вот эта авторучка, она создана для того, чтобы ей писать. Она максимально для этого приспособлена, чтобы не пачкать, у нее убирается стержень. Она оптимизирована под руку, она может быть прикреплена к бумаге или к рубашке, к карману. Однако, если вы отдадите эту авторучку в культуру, никак не связанную с нашей, допустим, это будут какие-то примордиальные народности Амазонии, то вполне возможно, что эта ручка отличным станет инструментом, чтобы проткнуть глаз ближнему своему. То есть, сама по себе, она, скажем, является авторучкой только для нашей культуры. А если она попадет в культуру еще более далекую, не антропоморфную, если это вообще корректно называть культурой в таком случае, например, для какого-нибудь животного, это та же самая палка для собаки, которая выступает в роли альтернативы кости. И, естественно, говорить об объективности с точки зрения того, как используется та или иная вещь, не представляется возможным. Любая вещь, даже очень заточенная, максимально заточенная под что-то конкретное, допустим, микроскоп, отлично может быть использован дикарем для забивания гвоздей. Восслужит он недолго и будет выполнять эту функцию хуже, чем молоток, но тем не менее может. Так что объективности в целевой, в целеполагании вещи нет. Другой ответ на этот вопрос, вещь может считаться красивой или некрасивой. Особенно, когда речь идет об искусстве, одной из основных критериев является красота. Думаю, тут даже объяснять не нужно, что объективности здесь нет никакой. Объективность это меняется, в кавычках объективность, от века к веку. То, что одному кажется красивым, другому кажется безобразным. И даже то, что всем сейчас кажется безобразным, спустя 200-300 лет может показаться красивой. То есть ни цель, ни эстетические качества, заложенные вещи, не являются и не могут даже претендовать на роль объективных. Единственным объективным мерилом является, как это ни странно, материал. То, из чего эта вещь сделана. И именно материал становится темой для творчества всех картин Ароя Лихтенштейна. Материал определяет наш быт. Он определяет, в свою очередь, наше мышление. А наше мышление отражается в нашем искусстве. И эта максима отсылает нас к одной весьма интересной категории. Помните, мы с вами, когда слушали лекцию «Словое Жижико» о трех категориях лакановских, символическом, воображаемом и реальном, относительно реального, очень многие заблуждаются, так как и лакан, и жижик определяют реальное как то, чего мы не можем никаким образом воспринимать. То, что для нас недоступно. И вот тут начинаются всякие коммерческие спекуляции не у этих авторов, а, так скажем, у тех, кто их не доводит. А что это реально, это нечто там вроде шестого чувства, что оно населено призраками и духами, что тут рядом с нами различные измерения, которые мы не можем никак оценить и понять. Это как раз мы себе представить можем запросто. Что в киноленте реализовано. Ну, в шестом чувстве имеет это. То есть это как раз нереальное, а самое что ни на есть воображаемое в чистом виде. А реальное, согласно Алену Бадью, которого я вам дал на семинар читать, а Бадью считает себя учеником лакана, в духовном смысле. Бадью говорит о том, что подлинное, реальное это материал, форма и местоположение. Все. Вот так мы видеть мир не сможем никаким образом. Но именно таким он является. На самом деле. То есть и мир есть какой-то на самом деле. Просто как бы мы не пытались это себе помыслить, мы это себе помыслим каждый по-разному. То есть это все равно будет категория воображаемого. Однако объективным остается топос, местоположение предмета, его объем и то, из чего он состоит. Вот это не поддается интерпретации. Но это и не может быть помысленно. Мы не сможем никогда помыслить в таких категориях, окружающих нас мир. И к этой проблеме обращается Лихтенштейн, обращается в то же самое время, что и Лакан. Хотя я очень сомневаюсь, что Лихтенштейн в Америке знал о Лакане, который в это же время в Париже работал. Понимаете? Это говорит о проблематике времени как такового. И его картины посвящены проблеме материала. Одна из самых известных, первая, к которой мы обратимся сегодня, называется «Желтые и зеленые мазки». Как вы понимаете, между поп-актом и абстрактным экспрессионизмом было не то, что эпистемологический разрыв. Между ними была война, реально. То есть, это абсолютно разные парадигмы. Более того, как бы нам не казалось сейчас, что комиксы Роя Лихтенштейна больше похожи на Леонардо и Тициана, чем Джексон Поллока и Родко, на самом деле наследниками Леонардо и Тициана является Джексон Поллока и Родко. А поп-арт принципиально иную искусство, которое принципиально иную позицию ставит художник. Так же, как авангард в области музыки является продолжением романтической традиции, в то время как минимализм прямо противоположен. То есть, здесь речь идет о совершенно иной постановке вопроса об авторе и его материале, из чего он делает произведение искусства. Ну, не нужно долгих отступлений, чтобы объяснить следующее. Для экспрессионизма, и для абстрактного экспрессионизма прежде всего, главной, ключевой категорией является эмансипация москальника. В нем якобы заключено все содержание авторского мышления. Это и есть тот штрих, по которому мы можем определить, кто создал эту картину. Это и есть самое сокровенное, что есть в картине. Не то, что она изображает, а вот этот особый почерк. И поэтому живопись и смогла утратить объект изображения, став абстрактным. Но она не утратила, а скорее вывела на первый взгляд почерк художника. Но как над этим иронизирует Рой Лихтенштейн? Рой Лихтенштейн делает совершенно фантастическую вещь. Перед нами два крупных мазка, причем мазки выполнены как раз в такой манере, отсылающей едва ли не к Джексону Поллоку. Тут видите, это явно капли, которые отбрызгают краски. Понимаете? Но, что это за картина? Весь ее фон выполнен в комиксной манере растрата. Это точечки. Точечки, точечки, точечки. Если укрупнить эту картину сильно, то вы увидите, что эти точки, если ее в оригинале смотреть, очень крупные. Получается, я бы даже сказал большее, то, что эта картина в полном смысле слова оживет, когда она наконец перейдет в печать. Кстати, неудивительно, что именно эту картину разместили для оформления альбома по Поп-Арту. Это святая святых Поп-Арту. Даже не Энди Уорхол, такой культовый персонаж, а Рой Лихтенштейн. Энди Уорхола вы не всегда узнаете, а Рой Лихтенштейна не узнаем сложно. И о чем эта картина? А картина о том, что и эти точки в комиксной манере, и мазок им ставятся, как рядом положено. Это одно и то же. Понимаете? То есть, он упраздняет культ творца. Культ творца, который еще есть в экспрессионизме, который есть в музыкальном авангарде. То есть, все направления, которые, на первый взгляд, для нас кажутся неблагозвучными, резкими, слишком современными, в кавычках, они на самом деле продолжают старую линию. Они продолжают линию художника и же творца. То есть, художника, который создает нечто. А поп-арт ставит принципиально иную позицию художника. Художник это тот, кто работает с материалом. И здесь, если вы выбираете масляную краску, вы получаете такую картину. Если вы выбираете печать по типу комикса, вы получаете такой объект. Если вы выбираете голограмму для того, чтобы создать произведение искусства, оно будет отличное от фрески и отличное от грави. То есть, Рой Лихтенштейн демонстрирует совершенно потрясающую вещь. То, что искусство не является плодом фантазии художника-творца из небытия, из некой абстрактной материи глины, создающей мир, а со-автором, со-творцом с самим матерем. И этот материал в такой же степени он не нейтрален. Вот что он показывает. Материал не может быть нейтрален. От выбора того, с чем вы работаете, вы получаете разный результат. Если это инкаустика, то, простите, результат у вас будет один. А если это, опять же, голограмма или мультимедиа, то результат у вас совершенно другой. если даже и не говорить, многие интерпретировали эту картину как откровенную прям сарказм над осмеянием абстрактного экспрессионизма, мне кажется, что все-таки здесь речь идет о уравнивании. Он лишь показывает, что в какой бы манере мы не работали, мы являемся со-авторами вместе с материалом. Но если посмотреть другие картины Лихтенштейна, которые мы сейчас перейдем, то будет видно, что насколько на наш интеллект влияет материал. И сколько там остается этого авторского в нас, когда мы обращаемся к тому или иному материалу, это тоже еще большой и большой вопрос. Следующая картина, которую я бы хотел показать, здесь в наибольшей степени вверху Растре, она как раз и показывает манеру Лихтенштейна, его манеру письма, это укропнение комиксных изображений. То есть, грубо говоря, что он делает? Он демонстрирует не изображение, а технологию его. То есть, сам по себе комикс убог. И это изображение само по себе убого. И более того, интервью того же Лихтенштейна, вы многократно встретите речь о том, что комиксы безвкусны, и я пытаюсь их улучшить. Но как он их улучшает? Он показывает то, из чего они состоят. Он не пытается их улучшить в смысле сделать более психологизированными, более глубоко прочертить выражение лица героев. Нет. Он их улучшает, демонстрируя то, из чего они состоят. И они неожиданно облетают смысл. Но другой смысл. Вот как выглядит его картида в рост по размеру. Да, то есть они достаточно крупные. То есть в данном случае эти растры это прям пятна огромные. То есть не заметить их невозможно. Давайте обратимся к этой картине. Что мы здесь видим? Мы видим крушение мифа искусства. Мы видим античные колонны. Они упали, они разрушены. И на колонне, которая обращена к нам лицевой, стороной, своей вершиной, мы видим знак тайцы, знак инь-ян. Что это может нам сказать? А говорит это следующее. То есть для древнего мира автор был не только тождественен богу-творцу. Именно так он манифестировал себя. То есть это творчество. То же самое слово имело как единственный творец. И в то же самое время оно было завязано на неких метафизических энергиях. То есть не материя определяла форму и тем более содержание, а некий либо смысл античная логика, либо азиатские мистерии неких энергий. В данном случае еще и гендерно окрашенных. Но в 20 веке сексуация разделяется между гендером и совершенно отдельными категориями. Допустим тот же самый Александр Смулянский уже вводит такие сексуации как ребенок, интеллектуал. То есть не деля что-то мужское или женское, которые по определению могут организовать нечто в какую-то форму. Нет. Более того, если вы внимательно прочтете Фрейда, уже у него понятие пола и сексуация разделяется. Иначе бы не было этих четырех стадий. Оральная, анальная, генитарная. Помимо этого Лакан туда еще добавил голос, слух и голос и взгляд. Мы уже имеем шесть типов сексуаций, а теперь помножьте на гендеры, на два пола, на ребенка, на интеллектуала. И сколько вы получите типов этой сексуации? И оказывается, что сексуация зависит не от вашего рождения, тем самым эти метафизические энергии определяют то, как вы будете себя вести и то, что вы будете делать. Там женский роман, например, существовал, женское творчество. Нет. Ничего подобного. Оказывается, что сексуация определяется бытами. Контекст наш. Иначе будет невозможна сексуация интеллектуальной. Нет такого пола порождения. Однако, как уровень отношения человека к его наслаждению, да, что есть сексуация? Отношение человека к его наслаждению и отношение человека к его нехватке. Все. Таким образом, женщина может занять любую нишу из вышеперечисленных, в том числе, как с мужской стороны, так и со стороны ребенка, так и со стороны интеллектуала. Это лишь предложенные модели, это не значит, что их всего четыре. Понимаете? Сама ткань человеческой психики раскладывается на материал, вписанный в быт. И здесь Лихтенштейн оказался впереди планеты сей, потому что в 60-е годы об этом не говорит даже Лакан. Фрейд, хотя и намечает эти стадии сексуации, тем не менее, он не отделяет их полностью от пола. Для него это было немыслимо, на этом он сделал себе карьеру. Если в его обществе наиболее болезненно воспринимали тему про секс, естественно, он не мог ее отпустить. Здесь была речь не в том, что он все к нему сводил, а в том, что это была единственная форма, привлечения внимания к психоанализу, а психоанализ нужно было раскручивать. Поэтому нужно было пинать туда, где наиболее болезненно пиналось. Сначала просто сексуальность, а потом сексуальность детей. Чтобы когда уже общество немножко попривыкло, стало пинать с другой стороны. Но если внимательно почитать Фрейда, понятно, что это просто очень грамотный ход, коммерческий ход. Без него психоанализа просто не было. Но у Лихтенштейна же речь идет о 60-х годах. То есть это еще не базовые семинары Лакана. Это не 70-е, это не 80-е. Однако речь пойдет о том же самом. Заметьте, какое здесь небо, оно опять все в точечках. То есть это все небо состоит из вот таких растров. Это пиксеры, прорисованные пиксеры. То, на что на самом деле разваливается весь мир. На то, из чего он состоит. На его материи. Понятно, что то, что мы называем воздухом, это кислород. Это тоже из чего это состоит. Это не пустое пространство, это не просто голубая красочка. А какой технике это выполнено? Это выполнено в технике так называемой растрирования. Это с помощью проектора увеличиваются комиксные изображения, как правило чужое изображение и перерисовываются включая увеличенные пиксеры. Перерисовываются вручную. И пиксеры эти даны не везде. Замечу, что на картине, которую мы смотрели первую, желтые и зеленые мазки, сами мазки были выполнены не в пиксерной технике. То есть это была реальная имитация мазка. А вот тот фон, на котором они находились, то есть получается, сколько бы художник не говорил, что его мазок свободен, на самом деле он свободен ровно настолько, насколько ему позволяет тот контекст, который он вписан. тот материал, который он выбрал, и тот холст, на котором он рисует. Потому что с какой стати картина стала, так скажем, холст стал неким тождеством с миром. Он двумерный, на нем краски масляные. Вы в мире видите везде масляные краски? Я нет, Но если учесть, что человек может быть с определенными нарушениями зрения, то да, он может не видеть, где дальше, где ближе. Но тогда на картину чуть больше будет похожа. На самом деле картина является ровно настолько воплощением реальности, насколько мы к этому привыкли. Достаточно подвести к картине любого зверушку, где она же будет нарисована, и вы поймете, что реакция будет нулевая. А на зеркало будет. Вот и вся разница. Понимаете? То, что картина считывается как нечто похожее на мир, это просто культурный феномен, выработанный в течение нескольких десятков веков. Вот и все. И последняя картина Лихтенштейна, которую бы я хотел сегодня показать, отсылает непосредственно к проблематике быта и тому, как он на нас влияет. А быт на нас влияет почему? Потому что на быт влияет материал. Соответственно, что на нас влияет? То, из чего вещи сделали. То, на что мы обычно не обращаем никакого внимания. Для нас там важно это ложка или вилка, это парта или стул. Но на самом деле это и не стул, и не вилка, и не ложка. Это в определенной пропорции смешанный определенный материал. И только благодаря тому, что они соединены таким образом, они и могут быть таким. Культ лепнины, который бум лепнины, который произошел в определенный период европейской истории, просто так скажем, был не потому, что тогда всем захотелось чего-то вычурнанного, а просто до этого никто ее не не сделал. То есть это открытие определенных технологий в области материала. Ровно как пластиковые технологии 60-х годов 20-го века вызвали исключительно тем, что в этот момент пластик стали изготавливать в больших количествах промышленных способов. А он позволил определенные вещи делать, в том числе имитацию дерева и так далее. Это по определенному количеству пропорций в использовании пластика можно точно определить, когда создано то или иное артефакт или произведение искусства. Это может быть интерьер салона автомобиля или оформление тех или иных площадей и помещений. Что мы видим на картине Лихтенштейна? С одной стороны мы видим знаменитую картину Ван Гога на спальне варле. Между картинами примерно сто лет разницы. Это не Лихтенштейн. Я специально просто взял две картины. Картина Лихтенштейна не состоит из двух картин. А вот картина Лихтенштейна. Она изображает абсолютно тот же самый интерьер. Но спустя сто лет. В эпоху Ван Гога были определенные технологии. Они влияли на быт. Этот быт порождал определенный контекст, который влиял на мышление людей век. И мы получали те картины, которые висят. Это картины Ван Гога. Сейчас, в конце XX века, когда изображена работает Лихтенштейн. 92-й год. Этот же самый интерьер по новым технологиям выглядел бы иначе. И этот быт определил сознание художника так, что картины, как вы видите, стали картинами Лихтенштейна. Имитации этих картин в совершенно иной комиксной манере. В манере продукта. Вместо творца человек стал оператором. Он оперирует конвейером по производству искусства. Это неплохо и нехорошо. И когда сейчас говорят многие, что нету сейчас больше таких великих художников, композиторов. В смысле по качеству произведений таких художников, композиторов миллион, которые стоят вровне с Шостаковичем, вровне с Пикассо и так далее. По уровню, какой они занимали в культуре как творцы, таких больше не будет никогда. Потому что творец, естественно, умер спустя сто лет после того, как умер сам Бог. После того, как Ницше сказал «Бог мертв», примерно сто лет потребовалось, что, если умер творец, значит, не может быть и творчество. Оно отсылало к трансцендентной категории, оно отсылало к категории души и категории Бога. Если нет категории Бога, естественно, не может быть никакого творца. Может быть, тот, кто оперирует у станка. Понятно, что он может это делать плохо и хорошо, но мы же никогда не будем считать величайшим гением, как это считали того же Вагнера, какого-нибудь человека, который открыл ту или иную сыворотку. Его могут почитать как ученого, но ему не будут поклоняться, так как, то есть, грубо говоря, когда он умрет, по Европе не прокатится волна субийства. Почему? Потому что он, нам кажется, что человек, который открывает ту или иную сыворотку, открывает ту или иную закономерность в мире, он всего лишь открывает некий объективный феномик, который и без него был, просто он его смог открыть. Если бы не он его открыл, его бы открыл кто-то другой. Но представители поп-арта показывают, что искусстве все происходит абсолютно таким же образом. Не бывает никакого искусства уникального. Искусство это такая же объективность для каждой эпохи. Она называется понятием письма. Все мы погружены в это самое письмо. Оно столь же объективно, как вот этот стол, этот пол, или что бы то ни было еще. И тот или иной автор, будучи профессионалом, может открыть ту или иную грань письма. Естественно, открыть таким образом, каким он это сделал бы только в эту эпоху. Но думаю, никому не нужно доказывать, что если Бах или Бетховен родились сейчас, они бы не писали музыку, как Бах или Бетховен. Думаю, это очевидно. Просто не нуждается в доказательстве. А если это так, более того, мы же не знаем, даже стали бы они вообще писать музыку. музыку. Если это так, то это значит, что не они создали ту музыку, которую они создали, а они ее открыли. А музыка была в ту эпоху. Это музыка, письма той эпохи. Другое дело, это не значит, что каждый не пойми, кто с словарным запасом Грута из кинофильма небезызвестного, то есть будет писать великую поэзию. Нет. Понимаете, это невозможно. Если человек потратил всю свою жизнь на выращивание в себе профессиональных качеств, если он обладает интуицией, верным контекстом, верным окружением, то он может открыть тот или иной закон искусства, и это назовется творчеством. Так же, как и в области естественных наук. Если опять же вы будете считать, что это же объективные законы, если вы абсолютно не будете считаться ни с какими дисциплинами естественными, просто придумаете какой-нибудь липовый закон, работающий исключительно для вас, то понятно, что он не произведет никакого воздействия на окружающий вас мир, и более того, по большому счету, никаким объективным законом не будет. как в области творчества, так и в области естественных наук процессы происходят одни и те же. Они объективны, но историчны. Мы же не можем сказать, что ученые открывают на самом деле мир. Они описывают его таким образом, каким он может быть понят в каждую конкретную форму. А больше не способны, больше не способны объективны. То же самое происходит в искусстве. Мы открываем категории, эстетические категории красоты, которые существуют в современном нам пространстве. И автор не является творцом, неким трансцендирующим стержнем в мир запредельного, а является вполне профессиональным оператором искусством. Вот это ключевая категория противопоставления экспрессионизма и поп-арта, который в первой картине мы видели, завершается тем, как человек вписан в быт. Я попробовал нарисовать вот такой круг, не знаю, видно или нет вам, там есть человек, быт, технологии и искусства. Любопытен он тем, что откуда бы вы ни начали, он не имеет ни начала, ни конца. С любой из этих составляющих мы можем начать и окажется, что именно она является стартовой. Помните, еще по инструментоведению тех, кто у меня учились, я рассказывал, как искусство породило человека. Искусство мировало человеку. То, что человек может определить свой быт, тоже понятно. он улучшает, оптимизирует от тебя. Быт и технологии. Но здесь влияние скорее можно обратное проследить. Технологии могут влиять на быт, но и быт влияет на технологии. Если человеку что-то нужно в определенную сторону, то он будет стараться развивать это туда. Другое дело, что и там оно будет расползаться таким образом, что технологии будут все-таки навязывать себя. технологии, если в эту сторону перспектив развития нет, а в эту сторону они большие, то понятно, что человек выберет развитие того, где есть большие перспективы. Но в данном случае выбор осуществляется самим технологическим процессом, а не человеком и его потребностям. И наконец, то, что технологии влияют на искусство, я вам последние 20 минут пытаюсь доказать через творчество Лихтенштейна. Этот круг и есть некая модель, которую я попытался выразить графически, мировоззрение и творчество Лихтенштейна как такового. Сюда же можно присовокупить все то, что я говорил на прошлой лекции по Бодрияру, о том, насколько технологии определяют наше мышление, о том, что симуляр третьего уровня это как раз симулятор, который навязывает нам наше мировоззрение. Когда материал говорит то, каким мы должны быть, то есть именно, допустим, появление компьютеров с бинарным кодом заставляет человека мыслить в бинарном коде, потому что это позволяет успешней оперировать компьютером. Ну, успешно оперировать компьютером оказывается нельзя нейтрально. Мы втягиваемся в эту систему мышления и начинаем мыслить по-другому. появляются вопросы-ответные тесты, да, нет, и так далее, которые совершенно исключают всякие возможности кулаканов. и, наконец, следующий художник, художник весьма любопытный, художник очень интересный, потому что причистить его полностью по пахту невозможно. Более того, его вообще проблематично анализировать, потому что он настолько многим увлекался, во всем он делал весьма яркие работы, даже не скажу картины, очень часто непонятно, что это такое, пожалуй, скульптура, это картина, хэппининг, инсталляция. Вот, и это художник, который, несмотря на то, что наиболее значительная работа в поп-арте относится к концу 60-х годов, то есть он стартовал как художник поп-арта, позже Рой Эльхтенштейна, тем не менее, именно этот художник повлиял на Джаспера Джонса таким образом, что он стал представителем поп-арта и создал первые в истории американские картины поп-арта. То есть, грубо говоря, он как бы стоял до поп-арта, хотя сам на тот момент в технике поп-арта не работал. Его зовут Роберт Раушенберг, это тот человек, который оказал колоссальное влияние на американскую культуру 20-го столетия. Ну, из музыкальных знакомств это был один из друзей Джона Кейджа. Он общался активно с музыкантами, а также, это, повторюсь, одна из важнейших фигур для становления Джонса как художника. Напомню, американский флаг Джонса, первая его работа, которую причисляют поп-арту, это 54-55-е годы. Это не только первое американское произведение в стиле поп-арт, но и первая картина в стиле поп-арт, потому что то, что мы говорили с вами о британском поп-арте, это были коллажи, это не картины. И из творчества этого выдающегося автора, из творчества этого художника, я бы хотел показать всего одну картину. Опять же, сейчас вам покажу «Оврост с человеком». Вот она на заднем плане. Она небольшая. То есть, сравните с лихтенштейновской, гигантской, полотном. И здесь, в принципе, очень скромная картина. Это музей Людвига. Людвиг один из ключевых коллекционеров поп-арт. Вот, в принципе. У входа в музей Людвига висит портрет Людвига работы Энди Вархала. Людвиг очень много сделал для развития поп-арта, в том числе и советского поп-арта. Он покупал эти картины, которые здесь особенно, так скажем, никому были не нужны. Людвиг вообще уникальная фигура. Человек, сделавший себе многомиллиардное состояние на кондитерских изделиях, всю свою жизнь посвятил поощрению искусства. То есть, он скупал искусство в огромных количествах. Он в нем хорошо разбирался. Он общался лично со всеми этими художниками. Людвигу принадлежит самая большая принадлежала, он скончался, самая большая коллекция, частная коллекция Пикассо. с деятелями Поп-Арта он общался лично со всеми. Более того, именно Людвиг повлиял на то, что Поп-Арт занял столь важное, столь значительное место в истории искусство, потому что он его активно финансировал. И чем еще уникален Людвиг? Тем, что на протяжении своей жизни он во всех странах, во многих странах открывал абсолютно бесплатно свои музеи. Одно из наиболее известных его музеев, один из наиболее известных музеев, самый большой музей, это музей Людвига в Кёльне. Он купил площадь перед Кёльнским собором и воздвиг там гигантское здание. Это гигантское здание полностью укомплектовано работами, в основном современными художниками. И эти аналогичные музеи, которые абсолютно передавались в ведение государства, то есть они не ему уже принадлежали, он дарил эти музеи. Единственное условие было то, что все эти музеи носили его имя. Петра Людвига. Все эти картины, которые видели вы с моим фото рядом, это все картины из музея Людвига и соответственно Раушенберг там представлен следующей работой. Ну думаю вы узнали фрагмент изображения это Энгер турецкие бани картина тоже называется турецкие бани напомню как выглядела работа у Энгера а сверху был фрагмент ключевой для 20 века работы Кошута один и три стула вот как выглядит в подлиннике работа Кошута фотография стула настоящий стул и словарное описание того что такое стул это было первое произведение в традиции концептуализма что же мы видим у Раушенберга Раушенберг ставит ключевой вопрос для живописи чем является картина картина является произведением искусства или она является частью объективной реальности и оказывается что однозначно ответить на этот вопрос просто невозможно это и просто холст краски и одновременно это произведение искусства и отделить одно от другого просто нельзя если в случае с Лихтенштейном мы видели некое противопоставление некое фоксирование материальной составляющей над изображением то здесь оказывается все несколько сложнее что мы видим по большому счету мы видим два совершенно разных направления между которыми пропасть бездна это романтизм и это концептуализм два разных века два разных искусства там мы видим холст сам по себе мы видим изображение доллара и мы видим различные линии прямые линии которые не пересекаются и вопреки всем законам геометрии они не являются параллельными однако на этой картине они ни разу не пересекаются и это не случайно мне кажется что Раушенберг хотел показать нам что все это есть лишь части такой категории как письмо мы можем сколько угодно спорить за или против за экспрессионизм или за поп-арт мы можем любить романтизм и отрицать концептуализм или наоборот но все это рядоположен это все формы проявления человеческого мышления проявления его через знаки можно сколько угодно говорить что пора отбросить мышление нужно действовать но это тоже будет мысль можно сколько угодно говорить что вся философия это ерунда да нужно забыть все эти категории и там как Дикарь Руссо жить естественной жизнью но заметьте Дикарь Руссо это тоже философия и идея относительно того что все идеи плохи это тоже всего лишь идея вырваться за пределы системы мышления мы просто не можем мы находимся в знаковой системе и даже даже человек объясняющийся исключительно жестами какой-нибудь дикарь с мельчайшим словарным запасом вроде элочки людоедочки естественно тоже находится в категории знаков но Раушенберг не был бы Раушенбергом если бы он нашел здесь весьма изящный ход понимаете просто сказать а все это одно и то же все это вот системы мышления это в принципе не есть слишком уж глубокая мысль всегда встает вопрос а кто дал право самому Раушенбергу находиться в той позиции в которой он имеет возможность оценить и сказать что все это тот если там эстетика романтизма это одно да со своим мировоззрением концептуализм нечто другое а почему Раушенберг где он нашел ту точку опоры которую так хотел Архимед да чтобы перевернуть мир значит эта трансценденция все таки есть но Раушенберг показывает что нет что вы видите на самом деле на этих картинах вы не видите картины этих авторов вы видите фрагменты картины этих авторов вы даже доллара целиком не видите знаков доллара даже линии целиком не видите то есть Раушенберг показывает что у него нету некой приоритетной позиции но он говорит что с его точки зрения мы не можем выйти никуда за рамки нашего относительно ограниченного мышления мышления ограниченного знака но он не претендует на то что описывая мир таким образом он выходит на уровень объективной истины он видит лишь части этой реальности если мы взглянем на эту реальность с точки зрения романтизма мы увидим целостную картину Энгера и скорее всего стул переместится в аудиторию из которой нужно будет смотреть на эту картину а холст будет то на чем нарисована эта картина но не случайно ни одна из этих картин в том числе и линии здесь не пересекается между ними пролегает то что Гастон Башля в середине 20 века назвал понятием эпистемологический разрыв многие явления накладываются друг на друга не накладываются то есть они могут использовать одни и те же слова одни и те же предметы но между ними пропасть эта пропасть протекает не по предметам а на совсем ином уровне и понятно что между романтизмом и концептуализмом на самом деле нет точек соприкосновения но то что между ними нет точек соприкосновения как эстетическими взглядами на мир это еще не значит что все это взгляды раушенберг рисует нам такую картину в которой грубо говоря мы смотрим на некий объективный белый мир да ну во первых а не знаем что он белый этого нам никто не говорил более возможно он какого-то другого цвета мы смотрим на него через разные очки эти очки периодически меняются но все они цветные мы можем констатировать факт изменения мира при изменении очков это нам дано но сказать что те или иные очки лучше подходят для передачи этого самого мира не представляется возможно потому что мы его самовыгодили и отстаивание в данном случае позиции того что вот синие очки были гарантированы верными а красные это вот ерунда как по большому счету происходят споры между поколениями между направлениями с точки зрения Раушенберга это абсурдно они просто не пересекаются они не соприкасаются нигде они соприкасаются только в качестве наблюдающего и наблюдаемого в качестве того что все это взгляды в системе знаков отсылающих к человеку и больше ни в чем и и столь радикальная работа столь радикальный взгляд я бы даже не сказал что его с полной вероятностью можно причастить к поп-арту Раушенберг сильно проблемная фигура если мы хотим вписать его в какое-то направление не получится однако эта работа особенно в связи с тем что здесь есть знаки поп-культуры популярной и сама картина Энгера используется как некая поп-модель это фотография причем черно-белая фотография и стул и Энгер это все-таки знаки для своей эпохи мне кажется что с определенной долей вероятности можно согласиться с критиками и посчитать эту работу за представительство за некую манифестацию поп-арт хотя повторюсь если Лихтенштейн не вызывает там никаких сомнений это гарантированно поп-арт то с Раушенбергом тут весьма и весьма проблематично